Обожаю Сочи и людей. Тут их переполняют эмоции. Члены сборной Ямайки чувствуют себя звездами, которые ярко сверкают. Несмотря на все препятствия, мы постарались для тренера. Это помогает нам сконцентрироваться не на препятствиях, а на том, что мы здесь, в Сочи. На вас повлиял фильм «Крутые виражи» про первую бобслейную команду на Олимпийских играх? Хочет ли молодежь Ямайки быть похожей на вас больше, чем на Криса Гейла или Усейна Болта? Я надеюсь, дома сейчас видят, как мы стараемся и как нас любят во всем мире. И сейчас много детей на Ямайке хотят попасть в сборную страны по бобслею. Вы были удивлены, что незнакомые люди проявили к вам такие теплые чувства, собрав сумму, необходимую для поездки в Сочи? Да, просто невероятно. Мы хотели бы поблагодарить всех, кто нас поддерживал по всему миру. Отдельную благодарность хотелось бы выразить президенту России Владимиру Путину за такую организацию, а также всем российским волонтерам. Это одни из самых лучших Олимпийских игр, на которых я бывал. Команде Ямайки выпала уникальная возможность быть здесь и представлять свою страну. Что вам нравится на этих играх? Все объекты находятся близко. К вам относятся дружелюбно? Да, люди очень дружелюбны, но пока что мы серьезны и даем мало интервью. Веселиться будем после гонок. Мы сосредоточены на работе и хотим выступить хорошо. И еще один вопрос. Когда ваша команда участвовала на Олимпийских играх 1988 года, ее никто не воспринимал всерьез. Теперь это отношение изменилось? Конечно. Ямайская бобслейная команда ведь быстрее всех. Я ради этого и вернулся в команду и нес флаг. Но серьезно нас не воспринимают. Так что просто смотрите наше выступление. Если говорить серьезно, то ведь только лучшие 30 команд могут участвовать в Олимпиаде. И получается, что сборная Ямайки или какой-то другой страны просто так приехать не может. Необходимо заработать путевку сюда. Это непросто. Это огромное достижение для Ямайки и для этих ребят. А что случилось с вашим Бобом? Он снова с нами, не переживайте. Он у нас. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам. И еще кое-что. Спасибо президенту Путину. Все замечательно.